Мандарины в Абхазии одна из главных сельскохозяйственных культур. Почти все собранные цитрусовые идут на экспорт, как правило, в Россию. В республике они почти не остаются. Из-за погодных условий в этом году сезон начался намного позже. И показатели по перевозке мандарин через границу пока небольшие. Тем не менее, каждый год до 30 тысяч тонн золотистых плодов перевозится через границу. При этом увеличивается нагрузка на таможенные службы. Ружай в этом году хороший в Абхазии, как сообщает Министерство сельского хозяйства. Надеемся, что до конца года мандарин будет вывезен больше, чем в прошлом году. Среди местных жителей в последнее время часто возникают недовольства по поводу того, что они платят большую сумму за каждый килограмм перевезенных через границу цитрусов. Но по словам начальника таможенного поста ПСО Радама Учава, на Абхазской таможне никакие платежи не изымаются. Сельчане платят ввозной налог на добавленную стоимость в Российскую Федерацию. Сегодня процентная ставка российского НДС составляет 18%. С Абхазской страны не взимаются таможенные опошли, таможенные сборы. Пускай наши граждане не путают, это НДС, не наш НДС, это не ввозной. Это вывозной НДС в Российской Федерации. Что касается цитрусовой, 18% при оформлении на Российской Федерации обходится любому человеку, несмотря на то, что если это коммерческая цель, то есть на газелях или на дачах, несмотря на это, это обходится 18% от стоимости товара, от таможенной стоимости. Сезон сбора урожая в самом разгаре, и несмотря на столь высокую процентную ставку налога, главная задача крупных и мелких хозяйств – собрать и отправить мандарины за границу. Ведь эти ароматные цитрусы давно стали для россиян неизменными атрибутами Нового года.